Здравствуйте! Уверены, каждый из вас знает, как делать домашнее вино. Рецепты не держат в секрете, а создание веселящего напитка не так уж и сложно. Однако секреты все же есть, иначе покупателям не предлагали бы вино стоимостью за бутылку несколько сотен, а то и тысяч долларов. Сегодня мы расскажем о самых дорогих винах и о том, благодаря чему они становятся дорогими. Но прежде чем мы начнем, следует уточнить, что мы не пропагандируем употребление алкоголя. Этот ролик создан исключительно с познавательной точки зрения. Считается, что качественное вино должно быть старым. От возраста зависит и цвет напитка. Некоторые вина и пить-то уже нельзя, поскольку с годами оно превратилось в уксус. Тем не менее, бутылки сходят с аукционов за баснословные деньги. К примеру, бутылка Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 года была продана за полмиллиона долларов. Это вино оказалось самым дорогим в истории, которое было продано и в соответствии куплено. Сделано не в Италии или Франции, а в США. Если точнее, то в Оквиле, штат Калифорния. Не отпраздновав даже десятилетия с момента выпуска в продажу, бутылка Screaming Eagle Cabernet Sauvignon релиза 1992 года уже стоила около 2 миллионов рублей. Покупателем бутылки стал топ-менеджер Cisco Systems Чейз Бейли. Вырученные деньги были переданы на благотворительность. Нефильтрованное и неочищенное при разливе это вино выдерживалось в 60% нового дуба. Оно до сих пор обладает насыщенным пурпурным цветом. В его аромате доминируют джемовые ноты черной смородины и еле заметные следы дуба. Но если вы думаете, что это одиночный случай, то ошибаетесь. Оказывается, и 500 тысяч долларов за бутылку вина не предел. Некоторые готовы заплатить больше. Например, за вино из Бургундии, урожая 1945 года от Романи Конти. В 2018 году цена этого вина на аукционе Sosbis составляла 32 тысячи долларов, а к концу вечера его цена превысила стартовую более чем в 17 раз. Бутылка была продана американскому коллекционеру почти за 550 тысяч долларов, имя которого остается неизвестным. Еще одна бутылка этого же вина чуть-чуть не дотянула в тот вечер до полумиллиона долларов. Она ушла с молотка за 496 тысяч долларов. Считается, что ни одна хорошая коллекция вина не обходится без Романи Конти. Но стоит запомнить, что 1945 год – это самый дорогой винтаж домена. В тот год было выпущено всего 600 бутылок этого вина с самых старых лосхозяйства. По словам экспертов, вино обладает такой магической силой и гармонией, которые позволят ему жить вечно. Производство дорогих вин. Понятно, что некоторые коллекционные бутылки могут стоить таких денег, но ведь существует вино, которое на постоянной основе стоит дороже, казалось бы, от таких же вин. Тут стоит учесть сорт винограда, климат, где он растет, качество воды, ее очистка и многое другое. Во-первых, на цену очень влияет качество вина. Хозяйство, трепетно относящиеся к своему вину, проводят строгую селекцию сырья. Каждая недозревшая или плесневая ягода недостойна попасть в бутылку. Для примера, такой отбор не только на лозе, но и на сортировочном столе перед прессом осуществляется при производстве великих вин Бордо. Во-вторых, очень важен регион изготовления. Престижные вина производятся в нескольких винодельческих областях – Бургундия, Бордо, Шампань, Долина Напа, Долина Мозель. Бургундия сейчас в топе, поэтому продавать вина дешево не имеет смысла. А если серьезно, то престижные регионы с богатой историей уже много лет работают на имя, так что в целом вина и шампань дороже менее именитых товарищей. Производители также вынуждены соблюдать строгий регламент производства и выращивать только разрешенные сорта, если они хотят соответствовать высокому статусу в данном регионе, например, Диосиджи в Италии. Также тут, как и везде, опыт и история винодельник сильно сказывается на цене. Чтобы отдавать себе отчет, что ты доплачиваешь именно за бренд, нужно следить за трендами и предложениями, так как качественный вина можно найти почти в любом регионе. Отличительные особенности дорогих вин. Но есть три главные черты, которые отличают дорогие вина от дешевых. Дубовые бочки. Несмотря на активное движение в защиту окружающей среды, высококачественные вина по-прежнему выдерживаются в дубе. Самый лучший выбор для изготовления марочных вин – белый французский дуб. Второй момент. Время. Часто потенциально великий красный вина невозможно пить, когда они молодые. Только в процессе старения в дубе они успокаиваются, избавляются от жестких тонинов и чрезмерной кислотности. На некоторых винодельных вина выдерживаются в бутылках до 15 лет, то есть в их погребах постоянно хранятся миллионы бутылок. Обеспечение же в течение долгого времени идеальных условий для выдержки марочных вин – дорогостоящее занятие, по законам экономики, прямо влияющее на стоимость конечного продукта. И, наконец, индивидуальность. У всех самых дорогих вин есть своя история, которая делает их действительно уникальными. Например, Трокеберенауслес Рейслинг производится в Германии и Австрии только в годы, когда удается вырастить исключительный виноград, что случается не чаще, чем один раз в 5-10 лет. Безалкогольные вина. Однако помимо алкогольных вин в мире все больше начинают ценить безалкогольный. Рынок виноделия находится в постоянном развитии. Вопреки распространенному мнению, что напиток недостоин внимания истинных любителей вина, новейшая технология его производства делает его практически неотличимым от алкогольной продукции. Оно производится из обычного вина, прошедшего классические этапы изготовления. На завершающей стадии процесса из него выводится алкоголь, а органолептические свойства сохраняются. Поэтому это совсем не сок из винограда в обычном понимании. Алкоголь из вин удаляется несколькими способами. Методом пастеризации, с помощью обратного осмоса или методом вакуумной дистилляции. Идея изготовления родилась больше века назад. Автором считается немецкий винодел Карл Юнг, разливший первую бутылку такой продукции и запатентовавший технологию производства в начале 20 века. С тех пор винодельня под его именем до сих пор продолжает поставлять товары в винные магазины во всем мире для любителей без спиртового алкоголя. В погоне за здоровым образом жизни безалкогольную продукцию сейчас больше всего предпочитают европейцы. Однако самый большой потенциал роста таит в себе рынок в Америке. Всего же по некоторым маркетинговым исследованиям, к 2027 году объем потребления может достичь 10 миллиардов долларов. Однако по сложности изготовления такие вина ушли недалеко. Как и в случае с алкогольными, для него используют хороший виноград, который проходит все нужные этапы – сбор, прессование, ферментацию и фильтрацию. Затем его выдерживают в бочках и поддают деалкоголизации. После этого разливают по бутылкам, и продукт готов. А вот стоимость на это вино может быть очень даже высокой. Признавайтесь, захотели попробовать хотя бы одно из этих вин? Дайте знать в комментариях. На этом все. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok